что там у нас стоит такая девчонка симпатичная всем привет всем привет где это сегодня сандры ларина вы в калининграде на улице карла маркса а чего это другое мы свернули в проулок хотели вам показать здесь красивый райончик вы сами месяцами погуляем сегодня у нас немножко дождливо ну будем снимать как получится давайте пойдем коммунальная это коммунальная коммунальная квартира больше похоже а это вот наша маруська стоит справа и мы все-таки сегодня хоть и дождь но хоть и чуть-чуть энергетики такой больше положительно когда-то я помню лет восемь назад могут в этом доме не помню какой подъезд смотрели квартиру на третьем этаже это было очень оригинально она нам сильно так мы просто мы тоже хотели пожить ленинград сами выложите немцы в немцы да и но и мы конечно было вот и только сейчас отреставрировали еще смотрите провода ведь они не разместили по местам вот но короче говоря там было вообще так все весело больше похоже на совдепию потому что стоял старинный газовый котел который стоял на полу и он почему-то отапливал еще соседнюю квартиру снизу я эти вот разговаривали недавно то что одной девушкой у нее такой же котел стоит но они отапливают соседи справа и смысл в том что у них газ считается как-то дешево по квадратам что ли не по счетчикам прикольно все-таки архитекторы были раньше интересные да хотя саша много катается по городу у нас я-то мало бываю в основном своем районе и саша говорит что все-таки немцы очень сильно разделялись на богатых и бедных тогда ты же мне рассказывал есть такие домики в которые страшно даже сейчас заходить на прям ну совсем для бедных немцев я бы сказал лучше не стоит заходить да а есть такие богатые менее ох 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 да очень приятно смотреть когда стоят немецкие дома и стоят немецкие машины возле них да но не китайские вот опять красивая желтая осень у нас хотя бы дает какие-то краски мы с вами сейчас маленько пройдемся вот у нас сегодня какое чистое 6 ноября обещали весь день дождь зато у нас очень тепло на улице плюс 10 11 ну и хоть и дождливо но я сказал бы комфортно я сегодня была у стоматолога стоматолога частного сразу скажу цены примерно у нас в городе понятно что они разные в зависимости от врача и поликлиники частной но вот неглубокий кариес 4000 рублей а в государственную бесплатную я зареклась ходить восемь лет назад был у меня к сожалению такой не очень хороший опыт когда мы только приехали в ленинград обращалась в такую поликлинику это мне абсолютно бесплатно зацементировали зуб я и говорил который к сожалению потом пришла туда капсу забыл похоже немец какой-то думаешь с тех времен стоят вода но поаккуратнее так что с тех пор я вам хожу только к частнику кабаны у нас видите пользуется спросом до сих пор никто не хочет менять их на китайца но эти как здорово здесь просто вот прочту прошли реставрации как сами сооружение так и дверные проемы двери ручки вот это видите все сделано смотрите как здорово молодцы ну так не попадем внутри спорно сделали или нет реконструкцию скорее всего только снаружи мой дождик усилился все страшно вот смотрите прям ретро какой-то до пол дома выглядит как 60 и половина прямо плиточки установили окошки под себе сделал это странно какой-то террас закрытую впечатление такое что это уже сами пристроили чего хотели нет ну и то есть пристроили сами просто дом сама был облезший вес а здесь вот какого-то две квартиры наверное его посадку сделал красивые может перспективу кто-нибудь дальше продолжили сейчас 10 не хота было показать такую красивую арочку вот такие тихие но правильные немецкие дворы были смотрите какая красота внутри еще лучше чем снаружи то бишь смысл в том что если присмотритесь то это такой прямоугольник из сплошной застройки а двор получается закрытый здесь особо нету не ветра не шума от машин здесь могут спокойно дети отдыхать ну и как-то все ответит уютненько уютненько вообще прям вот слушать я вот помню как это все выглядело просто до реставрации и сейчас многие скажут слушайте вы зажирались у вас там так красиво фонд капитального ремонта все-таки умеет работать нет мне кажется все-таки узбеки научились делать по-немецки думаешь и вот такие въезды интересные до врачные и вот какой-то собаке надо было обязательно на новой арке мы идем дальше здесь вот смотрите ребятишки читают на этих на столбиках да удивительно когда вдруг но вот в таком районе где ну буквально все разбито разломано и облезшие фасады найти сохранившиеся целыми такие скульптурки дорогие друзья еще хотелось вас попросить сейчас либо где-нибудь справа или слева попробую ставить ссылочку поддержите наш канал пожалуйста перейдите по этой ссылке это мы на же видеоролик мы снимали его для наших друзей и быть приятные нам полезно хорошо тогда ну вот еще такой рабочий крестьянский района райончик хотел сказать что так жили бедные рабочие в средние средние века но мы здесь с вами еще не гуляли это улице вы знаете интересно что совсем недавно если вы видели обязательно поставьте лайк известные ведущие регина тодоренко и тимур родригес были у нас в калининграде и снимали про него фильм выпуску экспресса вот если кто-то видел говорю дайте знать ну конечно наши его закритиковали понятно местные просто интересно регина выразилась что мы побываем с вами в самом немецком райончике ну вот все гадали а где же он оказывается это рыбная деревня нет тут на самом деле это вот как раз и есть самый немецкий район центрального района здесь и такие типа как блок секции по несколько квартир вот и отдельно стоящие здания считают немножко светлеет небо дает надежду на то что дождь закончится но когда-нибудь когда-нибудь он кончится вы решили немножко поснимать из машины чтобы было не так мокро и рассказать вам какие-то новости наблюдения ну например наши коммунальщики считали что в этом году они зимы не боятся к зиме полностью готовы закупили антигололедные механизмы и прочее но мы думаем на песка побольше на газонной травы в общем-то готовы самая главная новость преддверии зимы обсуждаемая другая дело в том что с 1 января 2024 года техобслуживание на газовых котлов и вообще все системы газовых квартирах должна заниматься только одна организация вот видите это вот самый такой райончик центральный районе кстати ребята по ту сторону это уже улица у нас этих киналово там написано по ней едем здесь каналово семейный сквер называется красота так что коммунальщики решили с нас получить побольше денежек да потому что люди которые уже начали заключать такие договора говорят что договор техобслуживание стоит 4 тысячи рублей с квартиры с той же раньше тот же миноком брал полторы полторы тысячи это как передали в эко мусор стали платить три раза дороже вроде как забрало государство да с мусором вообще ситуация получилась интересная мы рассказывали в одном из предыдущих роликов что например некоторые части немецкого дома которые считались раньше как квартиры в том же вот этой мусорной организации да они почему-то вдруг стали считаться как дома и им насчитали долг пересчитали за сколько-то лет и выставили суммы буквально там по 10 15 20 тысяч рублей люди были просто в шоке но недовольным сказали идите в суд ну пока никто не пошел платят потихоньку вот так вот так что монополисты можно отключить услугу вывоз мусора вы вас совсем я муж закапываю где-то в огороде помешает вот на данный момент тариф по мусору у нас 114 рублей там с копейками с человека это за квартиру а на частные дома не знаю кто живет в частном доме напишите как у вас дело обстоит а по поводу газа газ у нас пока не подорожал но вот обманывать не буду не подготовилась не знаю сколько сейчас не помню в квитанции сколько стоит пролетел пролетел не дернул в него чем-нибудь ну ничего страшного здесь и пятерки из центральном районе куда снаряд попал там и пятерочки ну да саша вспомнил мы буквально вчера заполняли где-то на госуслугах заявление на получение пособий на детей и интересно что когда дошли до выбора банка куда можно получать детские пособия то там было всего три банка в списке это втб тиньков и короче сбербанка него еще какой-то сбербанка не было да очень странно было написано вот эти три банка указан а эфа банк по моему и написано или иной банк раньше сбербанк был на первом месте нет доверия пропала у нас начали реконструкцию театра кукольного театра это кирха было королева луиза королева луиза а бывает иногда вылетит из головы раз каждый день говоришь а потом раз нужно просто так это интересно смотрится потому что во первых здание очень высокая и не до самого купола все лесами заросшенные ездить иногда едешь интересно посмотрим конечно как получится но я думаю что будет наверно красиво круто круто я так поняла что кукольный театр все равно функционирует даже во время реконструкции ты имеешь ввиду наличие билетов кстати вообще права театра и про наличие билетов билет это раскупаются недавно мы видели новость что на балет щелкунчик в москве буквально возле большого театра огромные очереди пятичасовые а у нас балет щелкунчик тоже планируют на январь месяц во время новогодних каникул или сразу же ли после новогодних каникул и насколько я понимаю билет это тоже уже расхватывает вообще в театрах театров достаточно много у нас есть и частные театры и театры и юного зрителя и театр эстрады и молодежный театр много разных билеты на ближайшие спектакли до 100 до 100 купить достаточно сложно только где-нибудь далеко-далеко там и опять же янтарь холл янтарь холл это мы едем с вами по проспекту мира как можете заметить то многие уже здание отреставрировали и это очень поскольку раньше здесь конечно проехаться было так вспомнить детство из семидесятых вот видите продолжает тоже реставрацию что самое интересное старается сохранить как это здание выглядело на старинной фотографии сейчас вот уже с правой стороны где гостиница москва тоже вот здание прошло ли проходит реконструкцию получилось очень интересно я кстати нашла сколько стоит у нас кубометр газа 7 рублей 63 копейки а свет но в квартире например у нас я думаю что как и ваших регионах отличаются как это называется тариф на свет до зависимости от того электрического сплита газовой и прочее прочее вот у нас в доме 5 рублей 7 копейки вот сколько стоит это мы проезжаем от с левой стороны сквер шиллера антоха привет у вас друзья есть тоже шиллера хорошие но они не в германии они в средней полосе россии кстати еще хорошая новость но не знаю хорошие линия смотря для кого смотря для кого да но просто опубликовали что в калининградской области ваш на целых четыре процента подорожала земля потому что а спрос увеличился аж почти на 10 процентов на ее приобретение но я думаю что это связано с ростом стоимости квартир дороже квартиры тем наверное люди понимают что выгоднее построить вчера нам звонил представитель сска хотел предложить нам какие-то услуги реклама иногда удивляет что скоро все регионы хотят кусочек пирога из калининграда надежде что сюда приедет вся россия наверно но судя по статистике калининградцы особо не выросли в численности поскольку умираем мы к сожалению больше чем размножаем срола судя по статистике говорят что с 2000 аж 14 года прирост населения калининградской области идет только за счет миграции а сожалению местных жителей рождаемость невысокая смертность большая превышает у нас в основном конечно едут люди ближе к пенсии до 50 плюс короче 40 плюс и смысл в том что они уже не планируют потому что нет но за счет миграции до все равно население прибывает если посмотреть на наполнеемость например школы детских садов то до школ детские сады переполнены люди все-таки едут из детьми саж достаточно много но статистика уж не придумали ну вот вернусь все таки по поводу за ли тоже мы же пришли к тому что народу больше не становится а кому устроит тогда непонятно в таком количестве еще планирует еще больше обратите внимание нам совсем недавно задавали вопрос как идет река ну вернира разбор до уничтожения церва совета видите уже не хватает достаточно много и они кстати сегодня праздник они там капшанцы очень активно взялись долго-долго как-то была подготовка а теперь активно пока деньги дали надо их это возможно освоить по поводу того что будет на его месте до сих пор еще ведутся волжение но на самом деле я думаю что они уже решили просто нам карты не раскрывают вроде как говорят что воссоздавать королевский замок точно не будут потому что он не это фальшивкой не будет пользоваться спросом хотя если сравнить например тот же замок королевский варшаве он же тоже был полностью уничтожен во время великой отечественной войны его из руин восстановили и он пользуется спросом и люди радуются и просто спросом там я помню очередь на посещение погулять просто погрузиться в эту атмосферу и ощутить себя в средневековье в настоящей средневековой европе это просто класс ну вроде у нас как что-то не интересно опять же у нас есть тоже вновь воссозданные мини замки тот же но и хаузен или ой не извините не сельбек или резиденция королей не совсем конечно замки но тоже берет пользоваться хаусен тоже сейчас прям взялись очень активно я вчера проезжал там уже фасадная часть смотрится как именно уже тех тех времен потому что убрали вот эту фальшивую штукатурку хотя я вам честно скажу что в советское время пользовался популярностью вот это машинная штукатурка здание не внутри а снаружи и она практически является а как вам сказать таким консервантом что ли поскольку она была вся штукатурка и вопрос сняли и сейчас и сейчас под ней кирпичную вкладку и под ней находятся всякие и фрески изображение интересные все сохранилось и за счет вот именно как раз того что этой технологии да хорошо что так делали они по-другому вот так вот мы незаметно для себя и для вас оказались центрального района московск а точнее болтоне ребята наши подписчики живущим в этом районе всем привет всех и всем из болтона привет хотя щас называть болтоном это история мы с вами хотели показать объединить вот так центральный район и балтийский посмотрели что и балтийский район тоже очень сильно поменялся мы кстати опята он пошли приезжайте грибы собирать вот это будет мариновать напято да можно помариновать пожарите по хлеба чума мы едем и по делам сюда и как раз саша хотел какой-то домик нам красиво показать домики домики доедем включимся не знаю марина все-таки горю здесь какая-то депрессия 8 а так то видите какая депрессия красивая здесь всего сохранилась как было и пожираем пожарные гидранты и и жители здесь здесь ночное время там у нас уже камеру забрали но так-то отреставрировали неплохо вот единственное что когда делают просто пенопластом конечно не очень просто сколько это послужит вот эти рабочие пожарные гидранты как называется улица вот здесь какая улочка я не знаю я уже не могу прочитать у меня сейчас мишенья пошло языком кто из нас чтобы немецкий учет во первых я его учила очень давно во вторых я уже английский месяцев в очереди у меня расширили конец слушай ну молодцы хотя бы здесь сделают что-то центральные дома ну а как опять лучше ну не стильные это хорошо он хочет нас выкурить вот кстати пока мы идем все-таки я договорю по поводу того как подорожала земля но я считаю что это вообще даром хоть мы и вошли в десятку топ по регионам россии по удорожанию скажем так земельных участков ну например в том же краснодарском крае 200 тысяч рублей стоит сотка крыму сто семь восемь тысяч рублей а у нас-то всего-то каких-то 80 так что стройтесь на кисть и шума надо смотреть под ноги знаете мне нравится что у нас во всех районах идет какая-то реконструкция какое-то обновление какие-то ремонты очень хорошо взяли за дорогу за брусчатку за ямы за мосты самое главное мосты самое главное что жизнь становится лучше здесь становится веселее так что веселитесь вместе с нами хорошо всем добра всем пока ну Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok